Всем привет, дорогие друзья! С вами кто? Ну, я, Дэйв Джонс. Добро пожаловать на канал! Кстати говоря, как ваши дела? Привет. Как вы? Как вы там? Ладно, ребят, в общем, сегодня снова рубрика про одиночные соло-подземелья и про билды для них. В основном эта рубрика нацелена на новичков, но и многие опытные игроки, я думаю, с удовольствием смотрят, чтобы написать мне в комментариях, что я делаю не так, либо так. Эти аналитики диванных желтых зон, ну, вы знаете. Ладно, ребят, давайте начнем. Сегодня у нас будет Огненный Маг. Перед тем, как я стартану рассказывать, напоминаю, что с 12 августа с рассветом Авалона, если разработчики нечего не поменяют, будут изменены черные и красные соло-данджи в черных и красных зонах. Подробнее об этом в этом видео по подсказке. Вкратце, соло-данджи будут закрываться за вами спустя 30 секунд или больше после захода в них. То есть вы заходите в соло-подземелье в черных или красных зонах, и спустя какое-то время наверху данж закрывается, и вас больше нельзя задавить, вы спокойно его проходите. Так сейчас реализовано в желтых и синих зонах. В общем, как-то так. Поэтому данные билды теперь еще больше подходят под ПВЕ. Я в основном буду средотачиваться на ПВЕ составляющей. Но сегодня речь у нас пойдет о фаермаге. И фаермаг сам по себе больше ПВЕ класс, чем ПВП. В ПВП ему будет довольно тяжело против дайверов. Поэтому, если вы выбрали направленность ПВЕ фаермага, то вам будет очень даже комфортно. Но против ганкера или дайвера вам будет не очень приятно драться, как я считаю. Итак, перед тем, как мы начнем, ребят, лайк под этим видео. Спасибо огромное человеческое всем, кто не забывает это делать. А еще большее спасибо всем, кто не забывает подписываться на мой канал. Вы реально молодцы. Потому что большинство смотрит стримы, смотрит видосы, красную кнопку не нажимают. Вот вам дизреспект, ребят. Карма этого не одобряет. Всем остальным, ребят, ну кто еще не сделал, карму пора поднимать. Пожалуйста, поставьте эту красную кнопку. Нажмите подписаться. Колокольчик. Спасибо большое за развитие и вклад в канал. Теперь перейдем к билду. А, еще спонсорку не забывайте оформлять, конечно. Мы на стримах разыграем всякие дорогие предметы. Ладно, погнали. Ребят, что такое фаермак? Фаермак это приятный заклинатель. Такой, знаете, классический волшебник из всех фэнтези игр, который специализируется на нанесении урона по области. Он будет приятен всем тем, кто не любит чего-то нового. Он довольно консервативен. И всем будет понятно, что и как он делает. Приступим к билду. Вариаций здесь у него немного. Начнем с основного. В основном вариации у нас будут на шлеме. Итак, общая концепция. Общая концепция нанесения АОЕ урона и комфортный пронос соло-подземелий, в том числе и боссов. Что нам для этого понадобится? Шлем. Мы берем капюшон ученого именно в этом направлении, которое я сейчас показываю. Капюшон ученого при его активации дает нам энергетический щит, который повышает наше сопротивление. И пока он активен, весь урон, который мы получаем, переводится в ману, что очень быстро регенит нам энергию и всю ману обратно. Мантия клирика. Тело здесь никак не меняется по факту. Мантия клирика идеальный вариант. Дает очень хороший бонус к урону. Помимо этого, бессмертная душа. Способность, которая, если мы в течение полторы секунд последующих после ее активации получим урон, сделает нас неуязвимым на 3 секунды, а также увеличит урон от наших атак на 30%. Ботинки. Дорогие королевские ботинки, которые еще больше увеличивают наш ДПС за счет того, что при активации этой способности наша скорость передвижения увеличивается, а также увеличивается наш урон на 20% в течение 7 секунд. Но мы получаем на 13% больше урона. Идеально активировать сразу ботинки, шлемом закрывать сопротивляемость, если большой пак мобов, и все это будет комфортно проноситься. Опять же, мантия клирика, который дает неуяз. Все это между с тобой сакается. И, наконец, накидка. Накидка Тетфорд. Здесь она неизменна, потому что мы будем бить автоатаку и дополнительный урон сразу нескольким мобам наносить. Перейдем к посоху. Посох единственный мы берем на фаермага, который я считаю актуальным и юзабельным в ПВЕ. Большой огненный посох двуручный. Почему именно он? Из-за его Ешки. Она идеально подходит для фарма, в отличие от всех других посохов. В первом способности мы берем пылающее поле. Мы поджигаем землю в радиусе 3 метров на 4 секунды. Наносим магический урон и дополнительный урон врагам, находящимся внутри этой области. Соответственно, выглядит это вот так. То есть мы кидаем, область загорается, и внутри нее мобы получают урон в зависимости от того, где они в ней находятся. Как-то так это все выглядит. Второй скилл. Несколько вариантов. Если вы только начали играть, у вас пока еще ничего не открыто. Вы берете первый скилл. Поджигание. Мы поджигаем врага и наносим ему урон магический. Если у врага меньше 20% здоровья, то мы получим баф, который увеличивает скорость наших костов на 40% и скорость передвижения на 40%. Если у нас уже есть 40-ое ношение на посохах, как это есть у меня, то вы можете совершенно спокойно брать скилл, который называется огненный шар. Выглядит он следующим образом. У него небольшая область поражения, но тем не менее он взрывается при попадании врага и наносит урон всем врагам в радиусе 5 метров, а также поджигает их, что увеличивает наш ауе урон. Выглядит это вот так. И, наконец, Ешка. То, ради чего мы берем именно этот посох, это столб огня. Всего 10 секунд восстановления и после небольшой задержки земля взрывается и мы наносим урон, который наносит урон по области сразу. Выглядит это вот так. То есть столб взрывается, мы наносим ауе урон. Все просто, все очень просто у фаерстафа. В пассивку мы берем агрессивного мага, который через каждые 4 активируемых заклинания уличивает скорость наших костов. Либо мы можем выбрать каждую обычную атаку, которая поджигает торга. Эту можно брать на боссов. Но вообще советую брать агрессивного мага. Итак, ребят, что теперь по вариациям? Почему мы не берем другие посохи? Многие мне могут сказать, Дэйв, ну есть же посох лесного пожара, он прикольный. Ребят, возможно, другие посохи выглядят лучше, но они не круче. Почему? Потому что вы медленно не проносите подземелья. Почему? Потому что кулдауны. Во-первых, почему не огненный посох обычный? Потому что это просто заклинание в одну цель. Оно кастуется, то есть оно кастится 2 секунды. Пока скастите, плюс восстановление 15 секунд вместо 10. Посох лесного пожара. 30 секунд восстановления. Круто, что вы, конечно, кинете эту штуку, она подожжет, и вы, возможно, убьете какой-то айспаков быстрее. Но 30 секунд слишком долгий кулдаун. Это наш посох, который мы выбираем сейчас. Посох серы. 30 секунд кулдауна от метеора. Очень долго ждать откатов. Дальше. Адский посох мастера. Тоже 30 секунд. И, опять же, не очень приятная ешка. И пылающих посох мастера. Он подходит больше для круповых подземелья, а не с уол данжипер, который у меня идет эта рубрика. И целых 45 секунд кулдауна. Очень много. Поэтому единственным важным посохом, я считаю, большой умненный посох мастер. Поэтому оффхенды мы здесь не рассматриваем. Опять же, королевские ботинки очень дорогие. Что мы можем менять? Во-первых, мы можем их менять на сандалии ученого. Они очень дешево стоят. И, если мы снимаем королевские ботинки, мы снимаем и капюшон ученого, который дает нам энергию уставать. Потому что теперь энергию нам будут восстанавливать вот эти вот ботинки с бегом с концентрацией. Когда мы их нажимаем, мы очень быстро бегаем и, как вы видите, регенерируем энергию в течение всего этого бега. Отлично подходит нам для восстановления маны между паками. Это будет такой оптимальный вариант, более дешевый, потому что эти споги довольно дорогие. И что мы одеваем тогда? Первый вариант, который я советую взять, это шлем хранителя, который может вас исцелить. На 10% от максимального здоровья. Это позволит и на паках подригениться, если сильно пробили. И на боссах лишний раз здоровье восстановить. Очень полезная штука, которая вот может вас отхилить. Второй вариант, который вы можете использовать, это капюшон клирика. Он дает нам и урон, либо скорость чления заклинаний. И ледяной блок. Ледяной блок позволит вам подождать без получения какого-либо урона на мобах от тех же боссов. Подождать восстановления своих способностей и дальше давать прокасты, если нужно как-то подсевить себя. И, наконец, последний вариант, который я рассматриваю в данном билде, это капюшон культиста, который при активации на мобов наносит 81 магического урона в секунду сроком на 7 секунд. Позволит нам быстрее забирать боссов, как вы уже поняли. В еду мы берем, конечно же, рыбу для восстановления здоровья между паками. В поушины яд, если мы хотим быстрее убивать боссов. Хилки, если мы хотим более сейфово себя чувствовать. В пвп, ребят, пвп очень неоднозначный класс. Текущая мета. И до 12 августа, пока вас еще будут дайвить, я советую просто переключаться, возможно, на стену огня и на одиночную стрелу огня. И пытаться раскайтить вашего оппонента. В данном случае, конечно же, лучше оставлять сапоги ученого и подойдет как шлем хранителя на отхил, так и колпак культиста в данном билде. Но самый дешевый вариант будет выглядеть вот так, наверное, в данном случае. И за него вы заплатите очень мало. Ну а теперь мы перемещаемся в подземелье. И я на практике покажу, как работает данный билд на огненного мага. Поехали! Так, ребят, вот мы и оказались в подземелье. Как обычно, перед началом чистки данжа кушаем рыбку. Если будет пвп, то носите с собой омлеты. Они сейчас там, как обычно, появляются у вас на экране, потому что я забыл их с собой взять. В чем, собственно, задача? Ваша задача стоит в том, что вы просто идете и спокойно фармите данжет. Первая кьюшка у вас ауешная, то есть вы можете заводить в нее мобов. Они будут постепенно сгорать. Вторая вэшка у вас ауешная. Вы тоже поджигаете врагов, они будут постепенно сгорать. И третья ешка, что бы вы думали, ауешная. И вы можете просто ее кидать, и враги будут сгорать. Важно, чтобы в кьюшке вы заводили по возможности мобов, так они будут быстрее летать. Не забывайте давать периодические автоатаки. Очень спокойный класс, на самом деле, для игры. То есть вы сами видите, то, что особо не напрягаясь, можно там давать кьюшки, заводить, они будут дожигаться. Классический фаермак, как он есть. То есть, когда у вас сильные паки зашли, допустим, нажали эрку, получили бонус к атаке, накидали всякие штуки, просто убили пак за секунды, дали там еще с автоатаки. Ну, то есть, как-то так. Если просадили, можете шлем активировать, в данном случае нам не одет шлем. Там можете сами смотреть уже по билду, какие шлемы выбрали, и все, в зависимости от этого. Видите, что мана просела, проюзали ботиночки, заодно собрали пак мобов, остановили полностью ману, закинули вэшку, закинули кьюшку. Они начали сгораться, дали столб огня, они умерли. Крайне простейший класс, вообще не знаю, самый банальный, но кому-то от этого, наоборот, будет прикольнее, потому что фаермак в алюбионе, он каких-то новых там вещей, механик не показывает. Такой классический-классический, наиболее прям вот всем знакомый волшебник, знаете, вот просто вот опять большую толпу собрали, прочистили все это, дали автоатаку. Ничего проще, по-моему, нету. Вас просадили, проюзали шлем, опять просадили, проюзали кривика, получили бонус к урону, даже были там остатки какие-то. Не знаю, что может быть проще, ребят. Мне кажется, идеальный вариант. Ну, а на этом я с вами прощаюсь, ребят. Не забывайте поставить палец вверх, подписка на канал, пишите, как вам этот билд в комментариях. Увидимся в следующих видеороликах и на прямых трансляциях. Пока, ребята. Пау. 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 Пау.